здравствуйте друзья несколько дней подряд меня значит бомбардируют интенсивно вопросом одним и тем же разные люди чтобы я как-то высказался по поводу того что сын президента трампа значит тоже доналд но вот как бы джуниор да вот он там встречался не только он но и господин кушнер да то есть тут женат на иванки трамп как бы ближайшие люди ближайшие люди в семье и в бизнесе и в как бы в политической скатере реальности трампа вот и плюс еще был представитель тогдашний руководитель избирательной компании господин манафорт вот они втроем встречались с некой женщиной там по обе сельницкая фамилия адвокат из россии которая обещала им некий значит компромат на клинтон дословно если почитать тот email в котором ну там скажем так некий общие знакомые предлагал избирательницы комиссии трампа встретиться с ней вот этот самый знакомый я пытался поточнее сказать он там написал что она имеет связи в правительстве российской федерации и что которая поддерживает трампа против клинтон и и и что она и владеет информацией которая ну фактически обличает клиентон в преступлениях там по-английски там было слово инкриминейт да то есть ночью такое дело они встречаются сейчас это все выходит искать наружу это в прессе и вот там обсуждаюсь как такое могло произойти и так далее и вот просят высказаться на тему вот этого всего и я несколько дней как бы мы посматривал там что там происходит в этом деле но не был готов не был готов сформулировать что происходит и давайте я вы знаете что я не политический обозреватель я вообще так как бы чек не политический вот но как вот так как обыватель и гражданин значит и избиратель там и все такое независимое я не левый не правый я сам по себе значит давайте я прокомментирую что произошло да кроме того сегодня новые факты значит пошли оказалось что там был еще один человек по фамилии ахмедшин вот этот ахмедшин который занимается лоббированием интересов российских в конгрессе сша он зарегистрирован как лоббист хотя вот утверждается что утверждают в сша что он еще и в спецслужбах там но отрицает в общем такая вот история и вот этот ахмедшин вдруг значит там рассказал что он там тоже присутствовал хотя пока никто еще не подтвердил то есть вот когда сегодня с утра читал и гад что попросили подтвердить там в разных местах но вот как бы никто пока еще не подтвердил но вот он рассказал некоторые детали которые скрывались до этого то есть не 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 всплыли вот эти детали которые он рассказал они придают как бы вот некоторую законченность всей этой истории поэтому я подумал что может быть время поговорить значит что там происходило описание события таково что обещали компромат на клинтон они туда пришли втроем это верхушка можно сказать всего этого дела избирательной кампании это пришли и как бы женщина у нее ничего такого не было ничего такого не сказала и вместо того чтобы говорить о компромате на клинтон она говорила о законе димы якоблева который был ответом на там закон магнитского и вот туда-сюда и что-то такое они сразу к ней потеряли интерес и в общем ничего такого там и не было и говорить не о чем чекать ерунда а сегодня вот то что там ахмедшин рассказал уточняют значит женщина сказала что есть информация о том что в избирательную кампанию клинтон поступают деньги которые но как бы то ли скрываются то ли из не очень чистых источников из которых не положено но ведь тот не тот ее там поддерживает что такое в общем короче вот вот как бы нарушается закон там ей сказали подтвердить можешь какие-то доказательства есть или что-то есть она говорит нет это вам придется там дальше самим расследовать после чего всех не потеряли интерес и в общем на этом все разошлось вот это то что добавил ахмедшин это то что не говорил никто раньше вот я слушал собой весельницкую давала интервью я слышал читал то что пишет там трамп джуниор и так далее то есть с точки зрения информации которые они получили они ничего не получили только время зря потеряли и все но дальше вопрос отношения что в стране происходит что они пошли с получать информацию от человека из открыто враждебного государства им сказали что государство это поддерживает их компанию они наверное без этого знали и мы его они наверное имели другие какие-то способы знать что их поддерживают против клинтон но они пошли встречаться с какой-то такой агентурой непонятный без того чтобы сказать например там позвонить фбр искать ребята чего делать там и так далее то есть они так грязненько так значит пошли и тут возникает вопрос а где разница между грязненьким и чистеньким вот например президент трамп выступил открыто хотя адвокаты ему советовали не высказываться но а чего ему не высказываться он высказался что сын у него чистенький и что любой на его месте так поступил бы и в общем это обычное дело политика такое дело что там значит совершенно это нормально все есть такое выражение бизнес из южил обычно дело обычно как всегда так все так всегда так и так далее значит что на самом деле является искажением как бы реальности это это не это необычное дело действительно дело необычное и не то что все так не делаю так редко кто так делает кто понимает о чем речь это это большая разница я хочу вам просто в качестве иллюстрации напомнить анекдотик я его рассказывал раз-другой но на всякий случай вот я рассказываю анекдот о том как василий иванович и петька шли мимо бани они не одни не то и василий иванович и значит рассуждали о диалектике вот василий иванович пытался объяснить что есть диалектика и он говорит вот смотри петь баня идут двое чистые грязные баня кто пойдет в баню петь как очевидно василий вас грязный пойдет в баню чистому то чего могут ты понимаешь как это казалось бы но ведь чистый то он же привык ходить чистым он все время моется а грязный привык ходить грязным чё ему мыться если он привык тот есть смысл когда смотри гид другой пример чистые грязные баня кто пойдет баню ведь по себя так только что же обсуждали чистый пойдет могут это петька имеет смысл но ты сам подумай чистый он и есть чистый а грязно помыться надо или что надо но ответишь грязный пойдет потом как третий пример теперь чисто и грязно и кто пойдет в баню петь как хрен его знает василий вас как вот это шик это он и есть диалектик значит от диалектики мы переходим к первой части вот этого анекдота когда грязному до чего в баню ходить ну чего ему в бане делать если он для него это естественное состояние вот представьте себе там идут ну давайте теперь от от петьки с василий ивановичем перейдем вот к этим двум которые там идут вот идет грязный вася какой-то так и ему говорят вася вот же баня а он понять не может что от него хотят он говорит так я в порядке он говорит я же нормальный вот этот самый вася который смердит за километр за которым след не то что собака возьмет а любой из нас с нашим чутьем до обонянием мы можем взять легко за ним след этот вася абсолютно не понимает что от него хотят он чистый всего точки зрения он абсолютно чист это мы страны смотрим а он чистый и вот это то что реально происходит сегодня с трампом и его вот этой командой и родственниками и так далее они настолько привыкли к тому что грязная это норма что они даже понять не могут что произошло как только там в прессе появилась вот что мол такое вот нехорошее дело происходило тут же трамп джуниор публикует переписку то имейлы свои публикует он даже не понимает как какую страшную вещь он там опубликовал то есть к нему обращаются с прямым указанием что это иностранное государство которое поддерживает его против которая поддерживать их компания против значит клинтон там указывается что какая-то информация которая там значит показывают какой-то уголовный характер когда преступную деятельность со стороны клинтон и так далее и они побежали кто побежал манафорт который не просто грязный она как бы известно какой грязный там даю украинскими делами связями там с россией и так далее и вот эти два типа трамп не знал сам папа папа как бы не знал ну может папа и не знал мы не знаем а может и знал поможет внимание не обратил а он такой не конкретный в общем-то мужик так я не знаю и вот они побежали значит и он эту переписку публикует есть газета консервативная очень газета называется нью-йорк пост не нью-йорк таймс которая либеральная а нью-йорк пост и там в редакционной статье поскать передовицы может как по-русски да его назвали идиотом идиот а они никак понять не могут что произошло то есть в этом проявляется как бы не профессионализм и отсутствие опыта политической деятельности эти люди в политике вообще ничего не понимают они не понимают что такое быть публичным человеком и они привыкли судиться и судиться и судиться там тысячи кейсов когда трамп пошел баллотировать на нем там висела тысячи незакрытых судебных кейсов и когда ты гражданин например и тебя судят то ты согласно конституции одно из поправок конституции ты имеешь право не давать показаний против себя вот теперь а вот расскажите как вы там что-то вы говорите чувак чего накопаешь все твое а я против себя я себя оговаривать не буду правильно и это ваше конституционное право докажи поймай да все что все что найдешь все твое когда вы в политике вы так не можете то есть они конечно пытаются это делать и вот вот как бы да то что они делали в бизнесе и они не случайно все в судебных кейсов таком количестве вот вот они такой бизнес делали вот они пытаются их и в политике также то есть они время не договаривают а там положено делать такие диск ложерс то есть раскрывать официально раскрывать там что там чего там и вот там спрашивали встречались ли с иностранными там какими-то чего они все время скрывают они скрыли что была такая встреча они скрыли что обсуждалось на этой встрече причем они лгут и лгут и лгут и но они надо понимать они всегда так они не специально вот в этой ситуации так себя ведут они всегда себя ведут так другое дело что они попали в некоторое пространство в котором не привыкли оперировать если когда тебя судят и ты в суде и ты крутишь и ты вертишь и ты скрываешь ты не договариваешь и ты просто лжешь там и так далее то в политическом мире ты каждый раз когда это делаешь ты себя подставляешь потому что она попадает в прессу начинают раскручивать и снова накручивать и снова раскручивать и так рассказал что вот эта норма это нормально какие-то там есть конгрессмены там сенаторы несколько человек тоже сказать что такого говорят они я бы тоже так поступил посмотрите из чего вырос импичмент президента никсона он будучи президентом ну мы мы не знаем мы не доказано что он знал не доказано его импичнули не за то что он знал или там направлял а за то что он пытался скрыть когда следствие пошло за это но собственно даже не импичнули а он знаю что сейчас будет голосование его импичнут он сам ушел но дело не в этом он будучи президентом как бы использовал даже не он сам вот может быть его компания избирательная да вот эти люди которые помогали в избирательной компании использовали спецслужбы то есть федеральная таскада организацию используя спецслужбы для шпионажа за демократической партии и вот как бы такие грязненькие значит есть грязные люди в бизнесе есть грязные люди в политике есть грязные люди спецслужбы всюду есть но вот эти вот которые сегодняшние да вот тот же трамп там или тот же я не знаю кто там сенатор-конгрессмен там еще кто-то который сегодня говорит хочу такого я бы тоже так поступил все так поступают будучи президентом а чего же не использовать собственные спецслужбы вот с этим каме который был директором фбр она год я рассчитываю на лояльность говорит он ему читайте личную преданность я рассчитываю на то что ты прикроешь дело флина а то что флин грязный его предупреждал лично обама его предупреждал его спецслужбы предупреждали что он грязный что его нельзя брать советники что он запачкан связями с иностранными там государствами и так далее его предупреждали но он не понимает как иначе может быть то есть грязный это естественное состояние их бизнеса они даже понять не могу что 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 не так замечательные люди ну что-то такое там на нем так это фейк-ньюс это охота на ведьму это там еще чего-то понимаете они очень не понимают тоже это и есть их норма вот такое интересное они искренне не понимают то есть они понимают что их за что-то долбают но они не могут понять за что они они кашу что такое что случилось то и вот вся эта избирательная кампания его то что сейчас продолжается это те же самые люди они совершенно не изменились их понятия жизни не изменились и вот мы имеем эту историю с доналдом трампом джонером и кушнером и так далее во что это выльется никто не знает какие детали там полезут никто не знает то что пресса это будет обсуждать еще долго всякие детали смаковать мы же еще не знаем например давайте поверну мы же на самом деле не знаем какая игра идет то есть какие вещи известны какие вещи неизвестны вот им говорят расскажите они рассказывают а те кто держит информацию они уже может быть имеют что-то они просто не все раскрывают и когда они раскроют остальное они раскроют так чтобы было видно что эти врут и тут врут и там врут и здесь врут и опять врут и и что существенно значит существенно то что есть некоторая такая фиксированная почти фиксированная масса людей которая считает что грязно это нормально они 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 вам скажут что это ерунда что это не важно что это пресса что это либералы что это такие что это сики потому что они вот верят вы не можете к верующему человеку предъявить претензии в том что он верит вот он верует в иисуса так он верует в иисуса этот верует в магомета так он верует в магомета вы можете с ним вступить в дискуссию но вы не поймете друг друга понимаете а этот верует в коммунизм а этот верует фашизм люди верующие люди верующие принимают это все как ну да а что такое а каждый бы так вот люди которые немножко больше понимают в частности среди республиканцев тоже не все ну как бы такие поэтому там там какое-то вот такое возникает ну 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 неизвестно что там из этого выйдет дальше поэтому будут ли какие-то последствия уровня там импичмента судебного кейса какого-то или там еще чего-то и так далее никто не знает поэтому сегодня вот средства массовой информации отрабатывают вот эту тематику это не только средства массовой информации это еще и там идет же расследование есть специальный значит следователь по этому вопросу господин мюллер есть комиссии в палате представителей и в сенате которые занимаются вот скажем расследованием связей избирательной компании трампа с россией и как бы вот вот эти вот вещи то есть идет следствие соответственно следствие получает больше и больше возможностей там посмотреть на то и на это допросить каждый раз это все будет публиковаться списку со спекуляциями с деталями уже следствие обычно детали не разглашает реально поэтому там все такое и вот так что у них работа такая поговорить об этом о том они будут делать слава богу поговорить а им дают хорошую тематику пойти это точно надо из пальца высасывать вот тут со всех сторон поэтому вот такая история как бы мое видение истории с с этой встречей до вот этой компании избирательной компании трампа штаба так сказать и вот с российским адвокатом которая обещала дать информацию но фактически их кинула с этим делом счастливо